Они пилили, красили, краили, проводили уроки и разрабатывали компьютерные программы. Егорских школьников и студентов с инвалидностью вновь объединил чемпионат профессионального мастерства Обилимпикс. Его итоги подвели в Нижневартовске сегодня. Победители определили в 23 номинациях. Сам чемпионат для людей с ограниченными возможностями зародился почти полвека назад в Японии. Таким образом решили поддержать людей, которые не могли устроиться на работу. За это время проект нашел своих последователей во всем мире. И популярность чемпионата с каждым годом растет. С участниками Югорского Обилимпикса встретился наш специальный корреспондент Алексей Шабанов. Дисциплина и четкое соблюдение правил верный путь к победе считает студент-физкультурник Кирилл Каратеев. В Обилимпиксе он участвует впервые, а вот волейболом занимается уже 10 лет. Выступает за сборную округа и даже был призером первенства России. Теперь кандидат в мастера спорта хочет использовать свой опыт, чтобы готовить новое поколение спортсменов. Это интересно, это познавательно для себя, открытие новых возможностей. Это дает мне мотивацию развиваться в своем спорте. Я занимаюсь волейболом тоже. В будущем хочу работать тренером, методистом. В программе чемпионата более десятка рабочих специальностей. Автомеханик – одна из самых популярных. В ней участвуют конкурсанты со всего округа. Задания здесь более чем серьезные. Пока коробки передач знакомы молодым людям только по чертежам. На Обилимпиксе им предложили настоящие агрегаты. Именно навыки работы с агрегатом. Новое, естественно, все хорошо забытое старое. Теорию никто никогда не отменял. То есть здесь они обосновывают полученные свои теоретические знания с практическими навыками. Ну и как вы это оцениваете? Все справляются. Всего работу участников Обилимпикса оценивают 70 экспертов. А помощь в процессе оказывает целая армия сурдопереводчиков, психологов и волонтеров. Для Дарьи Бугайчук они сыграли роль воспитанников детсада. А где летает наш самолет? Давайте покажем. Там. А где едут наши автомобили? На семье. Девушке пришлось проявить не только педагогические, но и актерские способности, чтобы убедить всех на занятии не ровесники, а дети семи лет. Пришлось воображать, что ты работаешь с детьми. И у меня правда это получилось. Я думала, что у меня дети. И я относилась к ним полноценно. Как детям лет семи. Пять лет назад Обилимпикс в Югре начинали с десяти компетенций. Но с каждым годом расширяли представительства. На этот раз, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, организаторы добавили в программу еще семь номинаций, расширив таким образом количество потенциальных участников. Основная задача конкурсов Обилимпикс – это трудоустройство лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Когда человек участвует в конкурсах, у него повышается самооценка. На него могут посмотреть работодатели, посмотреть его профессиональные навыки и компетенции. Поэтому, конечно, для каждого участника это целое событие и возможность трудоустроиться. Ну и, конечно, никто не отменял радости самой победы. Ничто так не помогает преодолевать преграды и идти к новым целям. А для участников с ограниченными возможностями это важно вдвойне. Победители регионального этапа должны принять участие в финале национального Обилимпикса. Традиционно он проводится в Москве. Алексей Шабанов, Евгений Лоскуков, телерадиокомпания «Югра», Нижний Барковск.